Всем привет! Сегодня мы поговорим про детекцию. Почему я хочу поговорить про детекцию? У меня на хабре есть старые статьи там про то, как делать детекцию на каком-нибудь еще каскадах хаара, на хогах и все такое. И я давным-давно написал там дисклеймеры о том, что так сделать не следует, но до сих пор мне часто люди пишут, которые хотят там на хааре детектить или еще на чем-нибудь. И просто мне часто пишут люди с тем, а как там задетектировать что-то. Вот такой простейший вопрос. Человек там со стороны иногда там просит кого-то поконсультировать. И я хочу вот в этом видео несколько обобщить свои мысли на тему, что если вы пришли со стороны там, ну, понимаете, как устроена плюс-минус разработка, но Computer Vision это для вас там непаханное поле и что-то с нуля, как вам собрать свои детекторы, которые плюс-минус будут там не самые лучшие, но будут работать, и главное у вас это быстро полетит в продакшн и быстро запустится. Собственно, для профессионалов, наверное, тут не будет ничего нового. Это просто некоторый там набор субъективных взглядов, как вот на сегодняшний день максимально просто все сделать. Поэтому я буду стараться все максимально просто и быстро рассказывать. Я уже однажды делал про детекцию видео, там было все наоборот достаточно подробно, почему что не работает. В целом, может быть, там в дополнении к текущему видео то старое видео будет тоже интересно посмотреть и посмотреть, что там будет про детекцию. Первое утверждение, которое вам нужно понять. Не важно, что вы там слышали пару лет назад или вообще, как вы представляете себе, когда эта текция устроена, на сегодняшний день любую детекцию изображений нужно реализовывать через нейронные сети. В любом случае надо забыть на каскады Хаара, на какие-то там хоги, на сифты сурфы для детекции, просто потому что это сейчас уже не оптимально. То есть, как бы вам не казалось, что там какая-то платформа поддержит каскады Хаара или еще что-то, сейчас для нейронных сетей прогресс идет в ту сторону. Специалисты там, следовательно, для поддержки платформы в будущем вы сумеете найти специалистов только по нейронным сетям. Железо идет в сторону поддержки нейронных сетей, поэтому любые старые алгоритмы, чтобы вам их сделать быстрыми, вам нужно будет очень сильную оптимизацию железа сделать, а на нейронных сетях это уже сделано. Нейронные сети это готовые уже программные продукты, которые можно очень быстро, очень просто контейнеризировать, а как вы контейнеризируете там какой-нибудь крафтовый алгоритм детекции, ну не знаю, по гистограммам. И, ну как бы да, вопрос поддержки, вопрос запуска. Следующий момент, что вам нужно для детекции? На удивление, в большинстве случаев для детекции вам не нужно вообще ничего, потому что, ну то есть две-три строчки кода, потому что есть огромное множество готовых моделей почти на все случаи жизни. Скажем так, скорее всего там в семидесяти процентах случаях уже есть готовая модель под ваш случай. Детекция людей, мобильных телефонов, собак, лошадей, мониторов, глаз, носов, всего чего угодно, скорее всего такая детекция уже есть. И вам надо просто грамотно выбрать предобученную модель, мы об этом поговорим чуть ниже. Теперь, собственно, если же у вас нет предобученной модели, то для детекции вам нужно собрать датасет. И, скорее всего, в семидесяти процентах случаев датасет модель уже есть, в двадцати процентах, в двадцати пяти процентах случаях вам придется собирать датасет, и пять процентов случаев это сложные кейсы. Так, я не хочу тут вглубь выдаваться, поэтому в случае детекции, в случае сбора датасета, вам нужен, скорее всего, датасет для детекции. Обычно это, ну, предположим, если вы тенингуете модель, это где-то от нескольких сотен примеров до, там, предположим, пяти-десяти тысяч, если вы обучаете детектор с нуля. Не нужно бояться этих цифр, сейчас есть уже много методологий для сбора быстрых датасетов и их разметки. Посмотрите видео, я, собственно, делал на тему того, как по датасетам это все делать, как собирают сейчас датасеты, в принципе, ничего сложного нет. Еще есть пять процентов случаев, которые мы откинули сейчас, это реально сложный кейс, когда там детекции, у вас нет датасета, вам нужно с нуля делать. Такое бывает, но это очень редко, и я бы, и те, кто считает, что у него редкий случай, я бы советовал им пообщаться с каким-нибудь специалистом, который, возможно, скажет, что все-таки либо есть уже предобученные сетки, либо как можно простым способом из предобученной сделать, ну, там, детектор в нужной ситуации, либо, соответственно, как обучить можно иногда даже по нескольким примерам, и, в принципе, это даже будет работать. Следующий момент, который вам нужно решить и определить, когда вы делаете детектор, возможно, у вас изначально определен, это выбор устройства, на котором вы это будете все запускать и инферить. Сейчас очень много систем с поддержкой нейронных сетей, я тоже про это более подробно рассказывал. Скорее всего, какое бы у вас устройство не было, так или тем или иным способом вы можете поддержать на нем нейронную сеть. Инференс нейронной сети, скорее всего, как-то там уже реализован. И вам нужно просто выбрать правильный набор библиотек, которые на вашем устройстве будут реализовывать максимальную поддержку нейронной сети, которая у вас будет осуществляться детекцией. Для андроидов это, скорее всего, какой-нибудь TensorFlow Lite. Для Apple, в принципе, TensorFlow Lite тоже сойдет, но там есть свои фреймворки, если вдруг это нужно. Для каких-нибудь там сопроцессоров, у каждого сопроцессора может быть свой фреймворк, если это там какие-нибудь там OpenVIN, GearFalcon. Не буду сейчас вдаваться в это дело, там, опять же, ссылка была ранее. Посмотрите, нужно соответствовать... То есть, тут скорее важно, что вам нужно выбрать inference, и в зависимости от него тут могут быть дальше некоторые вариации того, какие модели вы сможете выбрать или как вы их сможете там... как преобразовать на ваш inference. За исключением, опять же, редких каких-то железяк, большая часть моделей вы в больших... в большем количестве ситуаций, если вы берете дефолтовые модели, у вас почти везде почти все заработает. Окей, теперь поговорим про сами модели, как это запускать и все такое вокруг них. И тут нужно разбить два больших кейса. Первый — это вы делаете на NJ, и второй, то есть на каких-то маленьких вычислителях, вам нужна детекция там телефона, маленькие платки, там, конвейеры. И второе — это вы делаете в облаке, где у вас есть мощный компьютер с хорошей GPU-шкой, где вы можете там... понятно, что на NJ у вас точность будет хуже, а если вы хотите ощутить ему лучше точность, там нужно поставить мощную машину и на ней гонять более сложные модели для детекции. Начнем с медленных машин. И тут есть несколько... то есть я так очень бегло попробуюсь пройти по тем фреймворкам и тем ситуациям, в котором вам нужно посмотреть, что есть для детекции в каких местах. Окей, начнем с самого банального. Есть сейчас YOLA — это семейство нейронных сетей для быстрой детекции. Собственно, есть YOLA v4 и есть YOLA v5. На текущий момент YOLA v5, я бы сказал, что лучше поддерживается. Хотя, в принципе, для большинства кейсов YOLA v4 тоже будет неплохо работать. И вот именно по точности, по-моему, YOLA v4 поточнее. Они тут его даже не рисуют, v4, но, в принципе, там v4 чуть лучше 5-го для каких-то кейсов. Особенно там... Скорее, где у вас много вычислительной мощности. Вот там, где у вас мало вычислительной мощности, YOLA v5, в принципе, на быстрых кейсах, у них есть очень много вариантов различных сеток. И это как раз, наверное, одни из оптимальных подходов сейчас, как это все есть. YOLA v5, они конвертируются практически в любые фреймворки. У них есть скрипты для конвертации в TensorFlow Lite, в OpenVIN, соответственно, в ONNX различные, в, соответственно, что там еще, в TensorRT. В принципе, и в большинстве случаев, если вы подходите с нуля, то вот это довольно универсальный подход, который, скорее всего, где-то везде сработает. То есть нужно немножко разобраться, как на вашу железку сконвертировать, но все эти конвертации есть прямо в репозитории этого проекта. Примерно то же самое про YOLA v4. Тут не нужно считать, что v5 там он лучше v4, потому что циферка больше. Они вышли одновременно, просто две разные группы людей поддерживали одну ветку и вторую ветку, и они так проименовались. В принципе, и то, и то — это хорошие примеры того, как детекционные фреймворки работают. Кроме... Ну, это некие специфические модели. И в целом иногда может потребоваться использовать какие-то другие модели. То есть либо почему-то на ваше устройство это плохо портируется, либо почему-то там вам производительность неоптимальна, либо там в YOLA не будет предобученного класса нужного, либо вам покажется там слишком сложные их подходы для обучения. И тут, обратите внимание, собственно, во-первых, есть... Это, наверное, да... Нет, не это... TensorFlow Detection Model 2, второй, в котором есть очень много других моделей, которые, опять же, там для Edge'а подходят хорошо. Это Efficient DET'ы, это SSD какие-нибудь с MobileNet'ом. Они работают вообще почти везде. То есть у YOLA могут быть там какие-то проблемы, что где-то что-то не сконвертировалось, хотя я этого уже не встречал там последние полгода, ни у четвертого YOLA, ни у пятого. Всюду везде замечательно конвертируется. Но почему-то там какие-то старые фреймворки. Нужно понимать, что TensorFlow 2 Detection Model 2, они везде... Оно там... Опять же, есть очень много примеров, как там обучать, как разворачивать. И буквально в несколько строчек вы сможете сконвертировать это в там одни из самых популярных форматов для inference этих нейронок. Следующее по вероятности того, что вам зайдет. Если вы хотите делать вычисление нейронных сетей на процессорах Intel, то с высокой вероятностью вместо того, чтобы там залазить в YOLA или в TensorFlow, вам подойдет уже предготовая для Intel сетки. Это называется фреймворк OpenVIN. И тут есть его плюс в том, что они дают очень много интересных моделей, предобученных моделей, которые в других местах нет. Там детекция толпы, детекция лиц, ринтификация человека. Ну, у них вот этот вот бэкграунд, он очень большой. И, конечно, это их ощутимый там плюс. В некоторых ситуациях это там плюс в том, почему надо систему на Intel выстраивать. Вот, но в целом я бы сказал, что вот если вы выстраиваете систему, там надо думать на что, в чем, почему. Это там обычно компромисс из большого количества ситуаций. Но если вы сейчас там у вас почему-то Intel, и вы на нем хотите сделать распознавание, посмотрите в сторону OpenVIN. Потому что в любом случае модель вам для оптимальной производительности придется конвертировать в этот фреймворк. И с некоторой вероятностью там, ну зачем конвертировать YOLO V5 для какого-нибудь там распознавания людей, если распознавание людей будут уже в OpenVIN, и они будут уже сильно лучше работать. Нужно понимать, опять же, что есть многообразие фреймворков и там моделей, но большинство из них, про которые я сейчас говорю, они запускаются буквально в два клика. То есть про OpenVIN, обратите внимание, я вот тут ссылочку где-нибудь сверху размещу. Это, соответственно, ссылочка про то, как я там делал распознавание глаз и сна у ребенка. И, в принципе, там вот несколько примеров будут код того, как... То есть посмотреть сложность. Это все буквально за несколько дней можно там собрать уже работающую систему, которая будет у вас там детектировать какие-то объекты, используя предобученные сети в большинстве случаев. Тут я, наверное, опять же, я пытаюсь пройтись по верхам такую, создать общую структуру. Можно добавить, что я упомянул вот YOLO там, как хороший пример, сетка для детекции, там упомянул TensorFlow Detection API, упомянул OpenVIN. Тут можно добавить, что есть такие штуки, как у PyTorch есть некоторые нативные модельки, которые иногда кому-то там проще использовать для детекции, но с ними у вас могут быть потом сложности для выгрузки. И есть такой вот большой-большой фреймворк для детекции на PyTorch, MMDetection. Но, честно говоря, вот эти вещи, они скорее не продуктовые, и это будет относиться к тому, о чем мы там чуть дальше поговорим. Но, в принципе, может быть в некоторых кейсах там... Мне сложно сейчас представить там для детекции, вам они будут нужны. Так, наверное, мы пробежались по медленным машинам и тому, как на медленных машинах реализовывать inference. И теперь, собственно, давайте поговорим о том, как реализовывать... Какие модели для детекции, если вам нужна очень крутая точность и очень хорошая точность. И в этом случае... Конечно, в этом случае вам лучше уже там это делать не самим, если у вас поверхностное знание, а поконсультироваться с какими-нибудь специалистами по нейронным сетям. Но, в принципе, вот такой самый простой способ. Есть Object Detection on COCO TestDev, где есть множество моделей, которые люди... Вот это фреймворк для сравнения моделей. И, в принципе, если вам нужна там максимальная точность... Ну, вот как вы видите, это там... Сейчас это модель там на трансформерах. Не важно, что это значит. В принципе, там в топ-5 входит YOLO, про который я уже говорил. Какие-то из этих моделей, которые в топы входят, они вот будут в примере вот в том же MMDetection, про который я говорил, тоже уже готовые к развертыванию. Какие-то там... Но нужно понимать, что вот все модели из топовых, у них будут достаточно большие проблемы с тем, как их оптимизировать и как сделать их максимально быстрыми. Скорее всего, из коробки на вашем там GPU они будут работать не очень быстро, но если вам, опять же, для какого-то кейса там нужно быстро что-то собрать, чтобы оно работало хоть как-то на серверной части и обеспечивало максимальную точность детекции, вот в этом случае, наверное, проще всего будет зайти на соответствующие там конкурсы по детекции. Может быть, там в вашем случае детекция там... Не COCO будет ваш пример лучше описывать, а какие-нибудь другие конкурсы. Там, например, CrowdHuman — это когда у вас много людей, тут есть, соответственно, другие модельки, которые обеспечивают лучшую детекцию. Там вот ИТРД — это очень простая, простой подход, который хорошую точность делает. Мы там использовали, вот это мы не тестили. Вот, и в принципе, скорее всего, у вас с детекцией этого хватит. Осталась одна тема, про которую... То есть всё, что я говорю, оно верно там, скорее всего, для 90-95% кейсов, что вот если вы пришли с нуля, вот надо пройтись вот по этим веточкам, и у вас, соответственно, вы дойдёте вот до некоторого там финального результата. Но нужно понимать, что есть исключения там вот. Сложный DTS — это вам сложно как-то собрать его, это сразу усложняет задачу. И вот тут есть одна ветка, что я говорю сейчас про кейсы, когда у вас довольно простые объекты для детекции. Там одиночный человек в кадре, там, не знаю, мобильный телефон в кадре, микрофон, экран, что-нибудь ещё такое. А есть кейс как раз вот как тот же Crowdhuman — это когда у вас, например, очень много мелких объектов или какая-то там очень большая специфика объекта переплетены. И в этих случаях, скорее всего, то, про что я говорю, оно не сработает сходу, и нужно искать уже более специфические модели под вашу детекцию. То есть чтобы они там хорошо разбирали людей в толпе, чтобы там распутывали какие-то там сложные переплетения. В этом случае, скорее всего, всё так просто, как я говорю, сделать не получится с детекцией. Но чем сложнее задачка, тем больше в неё, конечно, надо вложить сил и разобраться. Вот. В целом, немножко просуммировав то, о чём я говорю про детекцию. Детекции сейчас готовых фреймворков масса. Вам нужно определиться с платформой, которую вы хотите аппаратно использовать. Вам надо посмотреть, какие из фреймворков поддерживают вашу аппаратную платформу для того, чтобы на ней запускаться. Вам нужно, скорее всего, там, по убыванию вам надо там начать с моделей типа YOLO, потом там TensorFlow различные модели, потом, соответственно, можно там OpenVIN, и потом вот более там редкие фреймворки, которые я упоминал. Соответственно, дальше вы смотрите, есть ли готовая уже модель под ваш кейс, и можно ли её использовать. Если нет, то собираете датасет, размечаете его. Во всех этих фреймворках есть примеры того, как нужно разметить датасеты, как по нему это запустить, и, соответственно, запускаете по нему обучение. Обычно после того, как вы подготовили датасет в нужный формат запуска, обучение там осуществляется одной консольной командой. И у вас есть готовая модель для вашей детекции. Это грубо, как всё выглядит. Но в реальности, конечно, часто где-то начинаются проблемы. Там датасет собрать сложно, модели, ещё что-то. Но по опыту, вот что я знаю, очень и очень часто там в 80% люди, которые абсолютно неподготовленные там приходят со стороны, какой-то прототип они могут собрать. И, в принципе, обычно это даже работает. И для каких-то случаев, когда не нужна сверхвысокая точность, этого достаточно. Вот. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok